Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Корреспонденты Оркин Медиа и я, Виктория Буханцева, расскажем, чем запомнилась уходящая неделя. В начале выпуска коротко о главном. Мнение эксперта, как распознать животное больной сибирской язвой и какое мясо безопасно есть. Чтобы не покупали мясо у соседей, с машин. Народный продукт «Болхашский хлеб» признали лучшим в области. В будущем планируем выходить на большие города. Борьба за люки. Болхашцев просят сообщать об открытых колодцах и окражах полимерных крышек. Результат положительный. У двоих фермеров из Актугая и одного Болхашца подтвердили сибирскую язву. Все они заразились от больного бычка. Как выяснилось, его забили по поддельным документам, а мясо целиком отправили в медицинскую организацию города. Все 101 килограмм зараженного продукта изъяли. Сегодня тушу уничтожили. Как распознать больное животное, что с ним делать и как себя обезопасить, мы спросили у главного ветеринара Болхаша. Сибирская язва в организм животного попадает через корм. Если корова поела травы вблизи зараженного скотомогильника, у нее поднимается температура до 42 градусов, появляются одышка и угнетение. Скотина становится нервной и отказывается от еды. Если животное внезапно пало, к нему категорически запрещено прикасаться. И тем более резать. Нужно сразу обратиться к ветеринарам. Бациллы болезни находятся в крови животного, на его шкуре и коже. При случаях сибирской язвы, например, у животных отсутствует почти окоченение. То есть окоченения нет. С естественных щелей, из носа, рта, может выделяться кровянистая, пенистая жидкость. То есть кровь тоже не сворачивается. При контакте с больным животным инфекция может передаться к человеку, если у него на коже есть открытые раны или царапины. Заразиться можно и при разделке мяса или его приготовлении. Употреблять в пищу такую говядину можно, но только после достаточной термической обработки. И лучше закупаться у проверенного поставщика. Чтобы не покупали мясо с рук, у соседей, с машин, не соблазнялись тем, что там на 100 тенге дешевле, там нельзя. Надо покупать официально разрешенных местах. Не покупайте фарш. Фарш, который там на рынке, на ярмарке где-то. Фарш должна изготавливать специализированные предприятия. Поэтому если вы покупаете фарш, он должен быть упакован. На нем должна быть этикетка. Продавец обязан по требованию покупателя обязательно предъявлять документы на безопасность этой продукции. То есть, если вы покупаете мясо, это должно быть или акт ветеринарно-санитарной экспертизы, или ветеринарная справка формы номер два, если это мясо завозное. Всему головам болхарский хлеб признали лучшим в области. В Караганде прошел региональный конкурс «Лучший товар Казахстана-2016». За представленной продукцией стоит очень большая работа. Ежедневный труд, начиная с идеи. Оценивали по трем номинациям – товар для населения, производственного назначения и продовольственный товар. В последнем специальная комиссия признала победителем хлебокомбинат «Балхашнан». Его сдали в эксплуатацию в феврале 2015 года. Сейчас по международным стандартам предприятие выпускает около 85 наименований продукции. Заявки на участие в конкурсе подавали 86 региональных предприятий. Лучший теперь будет оценивать глава государства на республиканском этапе, который пройдет в конце года в Астане. Наши предприятия обеспечивают продукции не только город Балхаш, но и ближайшие населенные пункты Прозер, Саршаган и Гульшат. У нас работают специально обученные мастера. В будущем планируем выходить на большие города, такие как Караганда, Астана, и хотим увеличить ассортимент. Дедлайн. Ровно месяц остался на уплату налогов на недвижимость и землю. Уже с 1 октября к основному долгу будет начисляться пеня. Кроме того, неплательщиков ждут штрафы. У налоговиков зарегистрированы 27 тысяч абонентов, и пока только половина перечислила платежи. У остальных осталось ровно 30 дней. Если не успеть, за каждый просроченный день начисляется пеня. Опоздание на целый месяц – штраф почти в 17 тысяч тенге. Напоминаем, что 1 октября 2016 года истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога. А также напоминаем, что 31 декабря 2016 года истекает срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц. В сентябре учебный год начинается не только для детей. Сесть за парты предлагают и взрослым. В Центре языков набирает учеников на третий и последний в этом году семестр. С начала 2016 курса государственного языка прошли 165 человек, еще больше сотни – английского. В эти три месяца учить казахскому будут сотрудников нескольких организаций – туберкулезного диспансера, наркологического центра и заводской фирмы. С ними уже заключили договоры. Набрали одну группу госслужащих. Осваивать английский будут в основном учителя. Примут в ученики и жители города. Семестр стартует 13 сентября. Обучение бесплатное. После его окончания выдают сертификаты. Все слушатели, желающие изучать языки, могут подойти и заполнить анкету, выбрать для себя удобное время, по которому будет составлено соответствующее расписание. А через две недели желающие смогут проверить свои знания государственного языка. 20 сентября пройдет КАСТ-тест. Больше 120 человек записались на диагностику. Около 30 решились сдать на сертификат. Проверить свои силы может любой. Если люк оказался вдруг об открытых колодцах, теперь можно пожаловаться в Акимат. Для этого не нужно записываться на прием или стоять в очереди. Достаточно позвонить по телефону. Выявлять опасные люки теперь будет мобильная группа. Горожане тоже могут поучаствовать в составлении списка. Для них запустили горячую линию. Сообщить о краже канализационной крышки или ее отсутствии можно по телефону. 4-42-61, 4-40-84 и 8-708-568-38-59. Или по электронному адресу. Блок-балхаш-собачка-мейл.ру Конфиденциальность гарантируется. Ни пуха, ни пера. Любителям погоняться за водоплаващи дичью. Пора расчехлять ружья. Через несколько дней стартует сезон охоты. За осенний период, который продлится с 3 сентября по 3 ноября, можно добыть полторы тысячи голов лысухи. Столько же гуся и почти 9 тысяч голов утки. Перед охотой обязательно нужно купить путевку. К примеру, разрешение на 30 уток, 10 гусей и лысух обойдется в 2650 тенге. К этим бумагам необходимо добавить удостоверение охотника, разрешение на отстрел животных и лицензию на право хранения и ношения оружия. Оставайтесь на телеканале Оркен Медиа и смотрите далее выпуски. Прозвенел. Как встретили 1 сентября в болхарских школах. Склизкое хобби. Улитки. Новое массовое увлечение горожан. Они достаточно ласковые, интересные создания. Новый тренд. Болхашцы разводят дома улиток, увлеченных экзотическими питомцами уже больше десятка. У некоторых разводчиков моллюски выросли до того, что едва умещаются на ладони. Чем питаются улитки и какой за ним нужен уход, нам рассказала одна из любителей живности. Это ночные животные. Они днем спят. Утро Татьяны Ледовской начинается с кормления улиток. За год она выучила вкусовые пристрастия питомцев. Сегодня у охотинов меню овощи и фрукты, приправленные гомарусом и кальцием. Последнее необходимо, чтобы ракушка росла большая и крепкая. Огурцы, капуста, морковь, яблочки, арбузы, дыньки любят очень сильно. Но могут есть и вареные крупы, то есть гречневую кашу, и детские каши, и пюрешки они едят. То есть как бы всеядные. Даже молоко. Для грунта, конечно, лучший вариант – это специальный грунт для них, либо кокосовые чипсы, так называемые. Ну, у меня вот они в опилках живут. После приёма пищи – водные процедуры. Улитки любят воду, поэтому купать их нужно каждый день. В аквариуме тоже должно быть влажно. Балхашский сухой воздух приходится подгонять по тропике. В благоприятных условиях улитки дают потомство каждые 2-3 месяца. В одной кладке может быть до 500 яиц. Их применяют в косметологии. В их слизи содержится вещество, которое, ну, считается так, разглаживает морщины и быстрее заживляет раны какие-то. Но я, вот мне их подарили, мне очень нравится за ними наблюдать. Они достаточно ласковые, интересные создания. И у них есть преимущество. Да, действительно, они не вызывают аллергию. Они не имеют запаха никакого абсолютно. Вот. И не требуют ухода. Но иногда случаются экстренные случаи, когда моллюскам требуется медицинская помощь и косметические процедуры. Они очень часто падают друг на друга. И отбивается вот у них панцирь, уголочек. Там может быть тело видно. Я обычным гипсом вот так вот замазала аккуратно и лаком для ногтей бесцветным. Я отремонтировала, думала, что да, но полгода уже так у меня живет. Улитки охотина могут вырастать до 15 сантиметров в длину. В городе в основном только два их вида – темные и светлые. У Татьяны Ледовской три взрослых особей и 14 помладше. И благодаря ей в городе появилось больше десятка разводчиков экзотических питомцев. Казахстанские прометеи студентам страны предлагают стать факелоносцами универсиады. Право пронести спортивный огонь может получить любой, кто заявится в конкурс. Отбор начался 1 сентября. Главное условие кастинга – статус студента любой формы обучения и возраст от 17 до 28 лет. Заявку на участие можно заполнить на сайте almaty2017.com. Выберут тысячу лучших – тех, кто добился успехов в учебе, спорте и культуре. Решения будут принимать региональные отборочные комиссии. Итоги конкурса подведут 16 декабря. Первыми факелоносцами огня универсиады станут олимпийские призеры – Дмитрий Баландин и Дарига Шакимова. Главное спортивное событие страны пройдет с 29 января по 8 февраля 2017 года. Старт эстафеты планируется на 25 января. На 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В стране идут подготовки к его похоронам. Состояние избитого двухлетнего малыша в Алматы остается стабильно тяжелым. Обвиняемая няня рассказала свою версию произошедшего. О самых обсуждаемых событиях страны и мира в рубрике «Дайджест». Другая правда. Няня, обвиняемая в избиении двухлетнего мальчика, заговорила. Женщина уверяет, что не знает, откуда у ребенка тяжелые травмы. Напомним, 3 августа в Алматинскую больницу попал избитый малыш. Три дня он находился в коме и перенес две сложные операции. Впереди еще одна. В избиении мальчика мать обвинила няню. Последнее в интервью на телевидении отрицает свою вину. Женщина заявила, что ребенок якобы выпал из коляски или с игрушечного КамАЗа. Правда, на тот момент на голове мальчика были только царапины. Полицейские ведут расследование. Состояние ребенка по-прежнему стабильно тяжелое. Черная весть. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни. 28 августа в мировые СМИ начала поступать информация о болезни узбекского лидера. Позже его дочь написала в интернете об инсульте отца. Информационные порталы объявили о смерти президента еще 1 сентября. Позже вышло опровержение. Утром 2 сентября официально сообщили о подготовке к похоронам. Он будет погребен на родине в Самарканде на кладбище, которое и примыкает к знаменитому архитектурному и историческому памятнику Шахи Зиндак. Там покоятся два брата и мать Ислама Каримова. Истекающее богатство. Объемы открытых запасов нефти в мире упали до минимума за 70 лет. В 2015 году геолого-разведочные компании обнаружили примерно в 10 раз меньше новых залежей нефти, чем открывали в среднем ежегодно с 1960 года. За последние два года цены на нефть упали более чем вдвое, и производители сократили инвестиции в разведку со 100 до 40 миллиардов долларов. Возможно, они на таком низком уровне останутся до 2018 года. Ученые спустя век решили тайну картины Крик. Эдвард Мунк написал четыре версии этого полотна. Самая известная хранится в Национальном музее Норвегии. На ней есть неизвестная белая метка рядом с главным персонажем. Большинство мировых экспертов склонялись к тому, что пятно является следом от птичьего помета. Но бельгийские ученые из элитного университета выяснили, что белое пятно – это следы от воска. Полузащитник алматинского кайрата Андрей Аршавин женился. Свадьба состоялась 1 сентября в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Дата церемонии до последнего держалась в секрете. Даже для некоторых родственников это было неожиданностью. Сам футболист впервые зарегистрировал брак. Ранее он 9 лет был в неофициальных отношениях и стал отцом троих детей. За плечами у новой избранницы футболиста – десятилетний брак и двое детей. На этой неделе почти 1400 балхашских детей впервые сели за парты. С 10 утра во всех учебных заведениях прошли торжественные линейки. Для большинства первый звонок стал настоящим праздником. Но были и те, кто со слезами провожал беззаботные каникулы. 1 сентября в Балхаше – тема нашей зарисовки. Лето промчалось, нам его не вернуть. И зазвенел звонок веселый. Он как лупов волшебный пустится. Типа завер с собой в школу. И пойдем мы за ним в тридесятое царство. Мир, где правит упорство и труд. Это наши ребята, теперь государства. Здесь нас любят и тенят и ждут. Давай, давай, за учебу возьмемся вперед. Вперед, вперед, будет трудно не раз. И знай, и знай, жизнь упрямая дама. А мы упрямим в тысячу раз. Много преград нам нужно в жизни пройти. Знания всегда помогут в этом. Ну и, конечно, лучший друг педагог Будет для нас волшебным светом. Но зато, ну теперь закаленные дети Сто дорог предстоит нам пройти. Лишь бы билось груди беспокойное сердце И удача ждала впереди. Давай, давай, за учебу возьмемся вперед. Вперед, вперед, будет трудно не раз. И знай, и знай, жизнь упрямая дама. А мы упрямим в тысячу раз. Давай, за учебу возьмемся вперед. Вперед, вперед, будет трудно не раз. И знай, и знай, жизнь упрямая дама. А мы упрямь их тысячу раз.